Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами разберем случай прыщей на спине. К нам обратился молодой человек, у которого внезапно возникли прыщи несколько дней назад в области спины, они возникли локализованно, они беспокоили его зудом и болезненностью небольшой в области прыщей. Он обратился по месту жительства к дерматологу, ему назначили массе сенофлан пока, сказав, что это аллергия. Действительно, мы с вами видим на картинке в области низу спины, в области поясницы, я бы так даже назвал, покраснение, загруппированные такие пузырьки, прыщами, которые за последнее время даже несколько увеличились. Это действительно не исключает как вариант аллергии, при ней могут образовываться и покраснение, и пузырьки, однако не исключает и других заболеваний, в том числе инфекционных, в том числе герпесов. У пациента была взята кровь на аллергию, что-то такое может посмотреть дедельное видео на нашем канале, такие показатели, кимонаглуболимье, общий анализ крови и другие. А также были взяты анализы ПЦР со скобы с поверхности высыпания. Чем это важно и просто тем, что если герпесы относятся к подобным высыпаниям, то они будут положить пациентарий, то с поверхности обнаружат подобные инфекции. Вылезет и на все типы герпесов и обнаружен непосредственно герпес зостр, опоясывающий шарик. В таком случае это высыпание никаких отношений к непосредственно аллергии не имеет. Здесь, более того, противоаллергические препараты, в том числе и гормональные матери, к этому пациенту не вредны, потому что они вызывают усиление подобных симптомов и снижение местной защиты и иммунитета, по сути дела местного, а тем самым распространение герпеса по коже дальше. Поэтому этому пациенту показаны, во-первых, противогерпесная терапия в соответствующих дозах, которую используются для лечения опоясывающего герпеса, по лечению опоясывающего герпеса вы можете в последнее видео на нашем канале, ну и также иммунные препараты общего действия по типу азона, полиоксидония и так далее, что и было назначено данному пациенту в форме инъекций, но противогерпесные препараты в форме таблеток. Плюс наружное противогерпесное лечение, соответственно, как положено при данном заболевании. В отличие от герпеса первого и второго типа дозировка препаратов должна быть повышена, потому что для лечения опоясывающего герпеса используются соответствующие дозировки. Кроме того, на выявленный тип герпеса необходимо взять и было взяты анализы на антитела аминоглобулина, и получены положительно все три аминоглобулина и АМНЖ, что говорит о свежей активной стадии течения процесса. Поэтому подобные анализы необходимо взять, во-первых, раз они были взяты, во-вторых, необходимо продолжать курс лечения, желательно до полного исчезновения и элиминации возбудителя герпеса с поверхности кожи спины. Анализ достаточно прост, как бы уже берется непосредственно на тот тип герпеса, который был обнаружен, и длительность терапии зависит не просто от каких-то общих рекомендаций, а от конкретного анализа. Поэтому данному пациенту было проведено соответствующее подобное лечение, в результате чего постепенно симптомы ушли. Кроме того, таким пациентам нужно обязательно назначать противовоспалительные препараты, те же самые в альтеровых свечах, например, которые были назначены данному пациенту, потому что болевые ощущения могут оставаться очень длительное время после прохождения самого герпеса, и это нужно и можно профилактировать с помощью подобных противовоспалительных средств. При необходимости диагностики и лечения любых прыщей в области спины и других участков кожи вы можете обратиться к дерматологам нашего медицинского центра Платон-КВД в Москве, у нас прямо грамотный специалист, который занимается диагностикой и лечением подобных высыпаний. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал Instagram. Спасибо за внимание.